Здесь жили клемленные уголовные преступники. По голове Фета проскакал целый кавалерийский эскадрон. Продвигал его творчеством в литературе. До сих пор не совсем понятно, кто был отцом. Обнимало и говорило, вот наконец-то барин все-таки вернулся. Здравствуйте, уважаемые любители Орловской старины. Мы снова встречаемся с вами в передаче «Прогулки с краеведами». И поскольку у нас с вами празднование Фета приближается неумолимо, мы поговорим сегодня об одной из усадеб, о месте усадьбы, где когда-то был и жил наш великий русский поэт. Место, где мы с вами находимся, это село Клеймёнова. Оно же Скородное, оно же Покровское в честь церкви. И церковь здесь сохранилась. Но оно также связано с жизнью и деятельностью нескольких поколений шиншиных. По преданию, еще с 17 века здесь появляется семья шиншиных. Здесь, на Мценской земле, всегда шутили, что не оршин, то шиншин. Такое разнообразие было в этом роде. И даже сам Фет не всегда понимал, кто из них родственник, кто нет. Но, скорее всего, все они происходили из одного корня. Но что касается вот этой усадьбы, название которой, возможно, происходит от того, что здесь жили клемленые уголовные преступники, которые получили то или иное наказание и на них поставили клеймо, так вот здесь проходила жизнь многих предков великого русского писателя. Кроме того, здесь находилось кладбище и до сих пор существует церковь Покрова Божией Матери. Это уже вторая по счету церковь первая здесь появляется еще в середине 18 века, построенная Петром Шиншиным. Кладбище, которое не сохранилось и на котором похоронены были отец и мать Афанасия Афанасьевича Шиншина Фета, а также его деды и прадеды. Склеп под самой Покровской церковью, где похоронен сам Афанасья Афанасьевич Фетт и его супругу, рожденная Боткина. Но самым главным была, конечно, усадьба, где Фетт провел многие свои счастливые дни. Она располагалась вот на этом лугу. И принадлежала при жизни Фета Василию Шиншину. Василий Афанасьевич Шиншин был братом Афанасья Фета, рано умершим и оставившим дочь Ольгу Васильевну. И поскольку Фетт не имел собственных детей, она становится ему фактически приемной дочерью. Он опекает ее и, будучи хорошим хозяйственником, постоянно приезжает сюда, берет на себя все хозяйство. И с этим он прекрасно справлялся. Здесь же он пишет многие свои стихи. Еще Тургенев отмечал, что поэт Фетт очень плодовитый. Тургенев даже пишет, что Фетт, в этом некая ирония Тургенева, что Фетт порождает свои стихотворения, которые плодятся как клопы. Вот так немножко групповато, но по-дружески. Вообще, надо сказать, что подтрунивал над Феттом и Тургенев, и подтрунивал у Полина Виардо. Считали его простаком немножко. И вот здесь он писал свои произведения. Правда, не все они ровные. Надо сказать, что и сейчас, когда читаешь стихи Фета, некоторые изумляют своей красотой, тонкостью, ума и удивительным иззащитом рифмы. Но некоторые немножко путанные. И вот о таких стихах Иван Сергеевич Тургенев говорил, тоже, конечно, в шутку, с иронией, что, наверное, по голове Фета проскакал целый кавалерийский эскадрон. Поэтому мысли его всегда бывают очень путанные. Тем не менее, ряд шедевров Фетт написал. И Тургенев являлся тем человеком, который продвигал его творчество в литературе. Фетт имел трагическую судьбу, поскольку до сих пор не совсем понятно, кто был отцом великого писателя. Собственно, немец Фетт, ведь его мать была замужем в Германии, или все-таки его отцом был богатейший помещик Афанасий Неофит Шеншин. И вот в этот период, когда уже пожилой Афанасий Афанасьевич Фетт возвращает всеродовую фамилию Шеншин и дворянство, благодаря заступничеству Константина Константиновича Романова, поэта царских кровей, великого князя, а еще и становится коммергером. Так вот, сюда он приезжает, чтобы отдохнуть душой и телом в родную для себя деревню, в родное для себя село. Именно поэтому он потом будет завещать похоронить себя в Покровской церкви. И буквально через два года после ее постройки его могила окажется в крипте, то есть в подземной части этой церкви. Судьба имения, к сожалению, после революции не была завидной. Дело в том, что местные жители решили превратить лух, который занимал барский сад и барский дом, в пашню. Вырубили прекрасный сад. Об этом мне рассказывала бывшая крестьянка последних владельцев, которой было сто лет. И само это событие произошло тоже много лет назад. Вырубили все, но земля стала сползать в пруд. Здесь прекрасные пруды, здесь был каскад прудов. И вот нет уже теперь ни дома, ни сада. Остались только пруды. Местные крестьяне вспоминали всегда, как барыня угощала их конфетами, яблоками, грушами из барского сада. Но все это уже в прошлом. И даже уже нет тех ветеранов, которых я еще застал, которые помнят эти события. Но любопытно было, что именно сюда, вот в это имение Галаховых, приехал дальний потомок, Жорж Трубников, Юрий Трубников. В 80-е годы мне пришлось его сопровождать, сюда показывать, рассказывать об этих местах. Одна крестьянка так расчувствовалась, что та самая, которой было сто лет, что решила, что возвратились, наверное, хорошие времена. Бросилась ему в ноги, упала на колени, никто не мог долго поднять ее. Он ее обнимал и говорил, вот наконец-то барин все-таки вернулся. Действительно, Ольга Васильевна являлась потомком и фета, племянницей, и дальней родственницей Ивана Сергеевича Тургенева. И, в общем-то, именно здесь, в этом имении, осознавалась мысль о необходимости создания музея Ивана Сергеевича Тургенева, который появится в 2018 году, станет первым российским литературным музеем. И Ольга Васильевна, являясь наследницей двух родов, а почему это стало возможным в отношении Тургенева? Дело в том, что Тургенев законных своих детей не имел, имел он дочь, возможно, имел сына, но по русским законам они переехали во Францию, они не могли законно наследовать его имение. Дело в том, что именно в это время рождается целая плеяда так называемых русских западников, которые вообще переезжали в Европу, принимали еще и католицизм, да даже становились иезуитами. О них пишет Достоевский очень красочно, не только Россию отдадут, а еще и веру свою, и даже в иезуиты перейдут. Он имеет в виду князя Гагарина, в монологе князя Мышкина в идиоте. Так вот и повальным стало бегство капитала. Имение завещали, продавали и вывозили деньги. Это было запрещено, и поэтому Тургенев, который, в общем-то, оставался за границей все равно русским и оставался патриотом России, тем не менее, как и все остальные те, кто Россию предавали, на общих основаниях лишился права кому бы то ни было за границей иностранцам завещать свой капитал. Поэтому Ольга Васильевна Галахова стала собственницей не только имений, которые принадлежали Афанасьевичу Афанасьевичу Фету и его личной мебели, которая и сейчас хранится в музее писателей-орловцев, но также являлась наследницей всего имения Тургенева-Спасской-Лутовинова и личных вещей Тургенева, которые она вывезла частью суда, частью в Орел. Тем спасла их во время пожара, который случился в Спасском доме. И когда дом сгорел, он сегодня восстановлен только в 1975-76 году, а сгорел он в 1906 году, в эпоху революционных событий. Так вот, благодаря Ольге Васильевне, которая здесь жила, мы сегодня имеем музей-заповедник Спасской-Лутовинов. Дом воссоздан, и в нем снова вещи Ивана Сергеевича Тургенева. А вещи Афанасья Афанасьевича Фета, как я уже сказал, находятся в музее писателей-орловцев и ждут часа своего, чтобы, когда, наверное, все-таки будет создан, возможно, когда-нибудь отдельный и большой музей этого великого русского писателя, слава которого, в общем-то, посмертно при жизни он не продал ни одного своего, практически полностью своего произведения, только частично продал. А посмертно он очень известен, и чем дальше, тем больше мы поем его романсы. Так вот, может быть, когда-нибудь, когда будет открыт музей Фета, Шиншина Фета в Орле, может быть, в Воробьевке, его последнем имении Курской области, мы снова вспомним об Ольге Васильевне, благодаря которой достояние Фета и Тургенева бы сохранено. Может быть, здесь, на этом поле, где когда-то стояла усадьба, бездарно разрушенная и уничтоженная с ее садом и парком, будет стоять обелиск, памятник этой великой женщине, провозвестницы литературных музеев Российской Федерации, которыми так гордится весь мир. Давайте еще раз посмотрим на эти грустные поля, давайте полюбуемся на зеркало пруда, о котором писал в своих стихах Афанасий Афанась Фетт, вспомним его стихи, вспомним об Ольге Васильевне, о Тургеневе, об их общем наследии, и, посмотрев в это прекрасное летнее небо, отдадим дань нашим великим землякам, нашему замечательному поэту Афанасью Афанасьевичу Фету, здесь, в селе Клеймёнова, которое было одним из гнезд Фета. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова